Мы остановились на том, что не замечать ничего нелегального. И в действительности это очень важный такой момент, потому что вы должны помнить, что вы пришли не для того, чтобы говорить, что человек что-то делает неправильно, что он живет неправильно, или поступает неправильно. Вы пришли для того, чтобы свидетельствовать ему. Да, вы пришли для того, чтобы рассказывать ему о вере. И вы должны помнить очень важную такую истину, что если вы будете ему свидетельствовать, Бог откроет его сердце, и он покается, последует за Мессией Иешуа, то в результате этого, знаете, все негативное, все то, что нелегальное, да, все, что связано с наркотиками, может быть, там, другими какими-то видами греха, это все, оно отставит его. Аминь. Нелегальное такое, что мама говорит, что он все убежал. Ну, что именно? Это вам будет в конце встречи. Я думаю, что самое правильное, вам продолжать с ним встречаться, служить ему. И в любом случае, ну, понятно, что если вы увидели, что человек совершил преступление, то есть это совершенно другой вопрос. Но если человек просто грешит, знаете, что бы он ни делал в своей жизни, он все равно грешит. И для Бога любой грех одинаковый. Понятно, что есть тяжкие грехи, да, там, убийства или что-нибудь еще. Но я не говорю о том, что вы пришли и застали человека за убийством, знаете, то есть мы говорим о каком-то разумном. Ясно, да? То есть, вплоть до того, что... Да нет. У нас существует правило, в принципе, что сестры посещают только женщин, мужчины посещают мужчин, или могут быть вместе сестра с братом. То есть мужчина и женщина посещать тогда могут либо мужчину, либо женщину. Абсолютно нормально. У нас не было инцидентов. То есть если вы придерживаетесь правилам определенным, ну, я имею в виду, во всяком случае, то, что вы не посещаете... Если вы мужчина и вы не идете к женщине на визит, то, уверяю вас, инцидентов у вас не будет. Или наоборот, вы женщина, да, идете к мужчине на визит. Как некоторые говорят, ну, он совсем пожилой мужчина. Знаете, то есть это ни о чем не говорит. Как есть... Такой анекдот, знаете, В Киеве судят 80-летнего мужчину за изнасилование. И говорят, что, ну, там, в час дня вы в таком-то там месте Киева изнасиловали, там, 20-летнюю, там, такую-то. В три часа дня вы изнасиловали, там, 25-летнюю такую-то. И в шесть часов вы изнасиловали в таком-то районе и такую-то. Как это вообще возможно? Он говорит, а что это невозможно? У меня мотоцикл есть. То есть смысл заключен в том, что, знаете, говорят, что и палка стреляет, да? Вот, ну, поэтому не надо себе придумывать ничего. Есть правило, знаете, что мужчина служит мужчине, женщина служит женщине. И не нужно себе придумывать, что пожилой, старый или еще что-нибудь. Если вы хотите, допустим, вы мужчина, и вы хотите постить какую-то женщину, да? Лучший вариант, это если вы, допустим, женаты, то возьмите с собой жену, пойдите вместе. А вот. Или возьмите сестру, ну, верующую, да, я имею в виду, и пойдите вместе тогда, посетите. То есть тогда это абсолютно нормально. Но если, то есть вы идете один, лучше не стоит ходить. Знаете, потом, когда люди рассказывают, ну, знаете, как это было? Я ехал в поезде, она сама ко мне пристала, в общем, я даже не понял, как я оказался в постели. Прямо как в этом фильме, да? Упал, очнулся гипс. А вот. Нет, ну, послушайте, вы вошли, вы приходите, да, вы смотрите. Если человек там, ну, находится, даже, даже вы пришли, допустим, вы приходите, смотрите, человек, допустим, находится в этот момент, или пьяный, или он под допингом, да? То есть вы понимаете, что разговора вообще не имеет смысла вести, как бы, то есть это не то состояние, да, человека, чтобы с ним разговаривать. Вы так говорите, извините, давайте встретимся в следующий раз. Когда вы будете в нормальном состоянии, мы сможем просто поговорить, и все. То есть вы же сами должны уже видеть, что вы пришли, допустим, да? Я скажу, честно говоря, то есть за все годы, за все годы, за все годы мы не имели ни одного инцидента, вот. И посещаем разных людей и так далее, то есть мы не имели ни одного инцидента за все годы. Просто, знаете, иногда следует, просто следовать определенным правилам. Господь защитил. Ну вот. Я скажу, что, допустим, у нас были другие инциденты, например, итог, Бог тоже выходил на встречу. Например, в Ташкенте в 2002 году мы проводили евангелизационную кампанию, и мы не могли делать уличную евангелизацию, потому что выйди на улицу, и через несколько минут тебя тут же закроют. Но мы посещали людей в квартирах. И мы делали такие визиты. Часть у нас, ну то есть у нас было уже контактов, за какие-то годы собраны, вот. И часть людей мы посещали просто, знаете, как по адресной книге. Мы выясняли там вот, просто как еврейские фамилии, мы их обзванивали, посещали, вот. За три недели мы посетили 508 еврейских семей. И не хочу соврать, ну, кажется, 156 или 157 евреев помолилось о молитве и покаянии. Вот. И какое-то количество неевреев. Ну, в основном это были родственники, с кем мы встречались. Единственное, какое вот в действительности был в тот момент инцидент. Мы позвонили по одному телефону, и человек оказался работником КГБ. Иврейский. Да. Идите в восемь. Вот. И он сразу, как бы, знаете, ну, так вот напористо повел разговор. Ну, Бог дал мудрости брату одному, который с ним разговаривал. Он с ним сразу, он говорит, я просто хочу помолиться за вас и так далее. То есть, и он действительно помолился за него, и тот как-то так успокоился. И потом я пришел на визит к одному человеку. Мы стали с ним разговаривать. И вдруг он говорит о том, что он полковник милиции. Еврей. И, знаете, честно говоря, все внутри потихонечку, как бы, стало сжиматься, да. Потому что, ну, ожидать можно было все, что угодно. Вот. Оказалось в итоге, что он преподает на кафедре, ну, как университет или что-то такое. Школа милиции, что-то такое, да. Вот. И очень другое было интересно. У него был сильный псориаз. Сильный псориаз. Это такие язвы по телу, когда разъедают кожу, знаете, такими просто показ... Да. И на сегодняшний день, то есть, реально, говорят, это и от того болезни, это и от этого болезни. Ну, помочь, как бы, то есть, сегодня людям, в принципе, все тело у него было покрыто этим. И, знаете, оказалось, что он был очень открытым человеком к тому, чтобы говорить о Евангелии. И он сказал, я испробовал все, ну, для того, чтобы каким-то образом, чтобы мне хоть легче стало. Он говорит, моя блесть становится все хуже и хуже. И он показал, как бы, у него уже такое, знаете, кровавое, так, ну, тело такое, да. И мы читали с ним из Писания, мы говорили о том, что, в действительности, Бог, да, Иисус, Он исцелял даже прокаженных. То есть, куда более худшее, чем псориаз. Потом мы молились за Него. Знаете, Он был очень открыт. Он не помолился, принимая, ну, Иисуса. И я не знаю его дальнейшую участь. Один брат его потом немного еще посещал. И, в конце концов, он потом сам уехал в Израиль, этот человек. Ну, просто все, что я знаю о нем. И не знаю, чем это все закончилось. Но в тот день Он был очень открыт к Евангелию. Хотя для меня, допустим, это было вначале, ну, определенным таким, ну, можно сказать, шоковым состоянием. Потому что я знал, что это достаточно серьезная проблема в том отношении, что он мог вызвать наряд, и нас бы забрали бы сразу, допустим, меня бы депортировали бы из страны. Ну, могли бы продержать даже вплоть до нескольких недель в тюрьме, а потом депортировать из страны. Но для брата моего, который был местным жителем, был гражданином Узбекистана, для него это могло закончиться очень плохо. Впоследствии община там, в Узбекистане, в Ташкенте, они продолжали делать то же самое, очень активно. И они испытали несколько действительности таких выпадков со стороны оппозиции, посещая людей. Одного из братьев, он сам, ну, кореец, да, он кореец, и они посещали одну еврейскую женщину, и она рассказала в еврейской общине о том, что вот к ней приходят, как из евреев за Иисуса, или еврейской общины какой-то мессианской. И, знаете, однажды его встретили просто в парадной, да, люди из этой еврейской общины, и очень сильно избили. Другие ребята пришли на такую встречу, причем они договорились, и это был же не первый визит. Когда они туда пришли, женщина позвонила в милицию, и милиция приехала и их забрала. Знаете, я скажу, что слава Богу, что закончилось тем, что просто община заплатила за них штраф, и на этом, как бы, ну, все дело затихло, но их реально могла ожидать тюрьма минимум на полгода. Ну, у них-то такие законы, у них вообще всякая миссионерская деятельность запрещена, и всякая евангелизация, и все такого рода, то есть все запрещено. Вот, поэтому, знаете, а в отношении того, что если вы приходите к кому-то, и вы видите просто, что лучше не стоит заходить, да, в эту квартиру, просто не заходите, договоритесь встретиться тогда в другом месте, на улице где-то поговорить с человеком, и все. Вот, если у вас есть какие-то подозрения или опасность, ну, опасность в отношении того, что человек, может быть, из-за того, что он употребляет наркотики, или он пьяница, может быть, не стоит его посещать, то договоритесь с ним встретиться на улице тогда, или возле дома его, допустим, не идите к нему домой. Но у нас за все годы не было никогда ни одного инцидента, слава Богу. Мы этим занимаемся не один день. Итак, очень важный момент, это как использовать Библию на визите. Вы должны помнить, что Слово Божье, оно имеет силу. И самое важное, что помните, что силу имеет именно Слово Божье, а не наши слова. Евреям, 4 глава, 12 стих. Евреям, 4 глава, 12 стих. Кто-то готов прочитать? Пожалуйста. Евреям, 4 глава, 12 стих. И обо Слово Божье, живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит вам мышление и намерения сердечные. Хорошо всем известный отрывок из Писания, да? Что Слово Божье в действительности проникает и разделяет в человеке, и дает ему просветление просто. Поэтому используйте всегда Слово Божье, Библию, для того, чтобы отвечать на вопросы, для того, чтобы говорить человеком. Итак, первое — это использование Библии, то, о чем мы сейчас будем говорить. Знаете, возьмите для себя просто как правило, что если вы общаетесь с человеком, ну, с целью послужить ему, да, то всегда используйте для этого Библию. Открывайте Библию, читайте ее, или предлагайте, чтобы он читал сам из нее. То есть по-другому можно сказать, дайте возможность ему, этому человеку, которому вы служите, общаться с Библией. Если у человека есть своя Библия, то это хороший вообще способ даже перейти к духовным вещам. Например, вы ведете разговор, и вы никак не можете перейти к духовному. Он все время уходит, допустим, от темы, да, он как бы постоянно говорит там о каких-то личных вопросах и так далее. Задайте ему вопрос. Скажите, а у вас есть Библия? Знаете, сегодня практически в каждом доме есть Библия. Это редко, когда у кого-то нет Библии. Сегодня многие имеют Библию. И чаще всего я скажу, что люди, они говорят, да-да-да, у меня где-то есть, где-то у меня есть Библия. И вы тогда предложите ему, а вы могли бы достать ее? И вот он достает Библию, и вы после этого ему говорите, вот я бы хотел, чтобы вы прочитали из своей Библии вот этот отрывок. И таким образом вы, во-первых, перешли к духовным вещам, а второе, я скажу вам, что человек своей Библии доверяет больше, чем вашей. Даже если две Библии будут абсолютно одинаковые. Если ваша Библия и его Библия будут одного издания, они будут выглядеть абсолютно одинаково. Своей Библии он будет доверять больше, чем вашей. По одной причине. Потому что это его Библия. Поэтому всегда, если есть у человека Библия, дайте ему возможность, чтобы он читал именно из своей Библии. Микрофон. Сейчас достаточно широко распространен перевод свидетелей Иеговы. Там очень многие места касательно личности Ишоа искажены. Как тогда быть? То есть, если вы столкнулись с этим изданием, да? Вы тогда можете сразу посмотреть, если это издание свидетелей Иеговы, вы можете сразу ему объяснить. Там указано у нас это издание. Да, да, да. То есть, вы сразу можете ему объяснить, что вы посмотрели, что это за Библия, и говорите ему. Вы знаете, вы получили ее в подарок от людей, которые называют свидетелей Иеговы. И они делают свой отдельный перевод, который абсолютно не является общепринятым переводом среди всех других верующих. Поэтому, если вы столкнулись с этим, вы прямо ему говорите об этом. И можете сказать, что он может взять любую Библию и увидеть, что в действительности эта Библия отличается. В ней сокрыты определенные неправильные переводы для того, чтобы увести, допустим, его от истины. И можете сказать, что он может проверить, что Библия такая, как у вас, она одинаковая со всеми другими. И с православными, и с ортодоксальными евреями, и так далее. То есть, что у вас одинаковое Писание. А то Писание, которое ему предложили свидетели Иеговы, оно не является истинным до конца, потому что некоторые переводы не совсем правильные. Понятно? Это если случилось так. Но обычно это редко. Понятно. Ну, я скажу вам, что если вы говорите с евреями, которые столкнулись со свидетелями Иеговы, то вы можете, знаете, очень, если вы говорите с ними как раз о многих еврейских взглядах, знаете, на многие вещи, то сразу им будет понятно, что то, что им предлагали свидетели Иеговы, это абсолютно как бы не соответствует действительности. Ну, есть такая, ну, как, можно сказать, региональная особенность, что вот некоторые верующие, которые в Ивановских находятся в церквях или собрании, ну, первые слышали свидетелей Иеговы слово. Так что вот это не исключено. Ну, это ни о чем не говорит. Знаете, Бог использовал осла для того, чтобы сказать свою истину. Поэтому он может использовать и свидетелей Иеговы для того, чтобы привлечь внимание человека. Я в этом не сомневаюсь даже. Ну, это качество использования литературы имеется. Значит, поэтому, если в действительности у него есть его Библия, то дайте ему возможность, чтобы он пользовался именно своей Библией. И это всегда будет лучше. Второе правило, когда вы изучаете вместе с ним Библию, не садитесь напротив человека. Потому что уже само понимание звучит таким образом, что вы против его. Садитесь всегда рядом. Если у вас одна Библия, это удобнее для того, чтобы вместе читать ее. И, допустим, если у него тоже Библия, вы сидите рядом, вы можете показать ему, где находится отрывок из Псани и так далее. Лучше вести беседу. Это немножко психологический момент. Но он на самом деле очень влияет на общение с людьми. Обычно против друг друга сидят оппоненты. А если вот так вот, когда, придя к нему домой, да, и там, знаете, как есть кухни маленькие, да, и так получилось, что вот напротив, это нормально будет? Нет, ну... Если удобно и ему, и мне, и как бы общение идет нормально. Но, знаете, в любом случае вы можете, даже если как бы так получается, что сидеть, да, в любом случае возьмите тогда там табуретку-листу, придвиньтесь к нему как можно ближе. Ну, чтобы удобнее было общаться, да? Вот. Такие, знаете, разные мелочи, может быть, для вас покажутся, что это смешно или как-то еще, но они на самом деле очень помогают в том, чтобы просто иметь беседу с людьми. Совершенно правильно. Потому что, когда вы садитесь просто ближе к нему, вы можете иметь более, ну, близкое с ним общение и говорить ближе к нему. Вам не надо, может быть, повышать голос, знаете, громче, если человек, например, хуже слышит. Ну, к примеру, вы встречаетесь с пожилым человеком, да, он плохо слышит. И если вы сидите еще напротив него, вам надо, знаете, как громко говорить, для того, чтобы он услышал. Сели рядом с ним, и в ушко ему там, говорите, чтобы он хорошо слышал. Если у человека нету Библии, и вы все-таки ему предлагаете свою Библию, ну, то есть помните, что важно предложить, чтобы лично он читал. И, знаете, я наблюдал за людьми. Это вообще потрясающее зрелище. Вот вы разговариваете с человеком, он какой-то там весь, знаете, в таком состоянии, может быть, там, ну, сгорбленный какой-то там и так далее. Знаете, как люди обычно там сидят, там, сложены, там, еще как-то. Вы делаете только одну вещь. Вы говорите ему, я хочу, чтобы ты прочитал, ну, или вы, там, как вы с ним общаетесь. Вот этот стих из Писания. Пожалуйста, это очень важно, и чтобы именно это сделал ты, потому что это важно. И вы предлагаете ему Библию, даете ему Библию. Знаете, когда человек берет в руки Библию, вы внешне видите, что что-то с ним уже происходит. Он как-то сразу меняет осанку, так, знаете, становится таким, каким-то, таким прямо серьезным, таким, знаете, и некоторые даже говорят, ну, я там не очень-то читаю, может быть, хорошо там туда. Вы говорите, ничего, ничего. Давай, давай, это важно. Это в действительности важно, чтобы ты Слово Божие прочитал сам. Потому что Бог говорит лично к тебе. И, знаете, человек, ну, так собирается, он так нацеливается на то, чтобы произнести эти слова из Библии. И вы видите, что что-то с человеком происходит. Только от того, что вы дали ему в руки Библию, и он будет ее читать сейчас. Почему важно еще, чтобы он брал сам Библию и читал? Потому что дайте ему сделать открытие. После обсуждения Библии задайте вызывающий вопрос. То есть он прочитал отрывок из Писания, ну, или стих, там, или отрывок, то, что вы ему сегодня предложили, да? Он прочитал. Не, знаете, не начинайте с того, что начинаете ему сразу объяснять. Вот здесь написано то-то и то-то, и так далее, и так далее. Нет. Не спешите. Дайте ему возможность сделать открытие самому. То есть задайте, например, такой вопрос. Как вы думаете, а что написано вот в этом отрывке из Писания? И знаете, происходит так зачастую. Например, вы предлагаете человеку прочитать Евангелие от Иоанна 3.16. Вы открыли, дали ему Библию. Он читает. Евангелие от Иоанна 3.16. Он читает. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И вы его спрашиваете. Скажите, а как вы думаете, а что вообще здесь говорится? О чем здесь говорится? Что Бог хочет, чтобы мы с вами узнали? Чаще всего человек будет смотреть вот этот отрывок. Знаете, очень быстро его перечитывать, перечитывать, перечитывать. И думать, что же ему ответить. Да, что же здесь написано такое важное, что Бог хочет сказать. И чаще всего, что делают люди? Они говорят. Ну, здесь написано, что возлюбил Бог мир. И вы говорите, совершенно правильно. А что еще здесь написано? И он смотрит и говорит, ну, здесь еще написано, что Он отдал Сына Своего Единородного. И вы говорите, как вы точно это определили? А что же здесь еще написано? И знаете, и человек утверждается. Он просто утверждается в том, что он, оказывается, может тоже не только читать Библию, но он может ее понимать, оказывается. А вот. Не просто поучаствовать в разговоре, а чтобы он делал выводы на основании этого отрывка из Писания. Понимаете, да? То есть на самом деле что? Он читает и просто повторяет то, что здесь написано, да? Ну, на самом деле. Но, знаете, в действительности он начинает понимать. И понимает это он, и начинает соглашаться с этим. Знаете почему? Потому что не вы ему говорите, а потому что это он сам говорит. Раз это говорит он, он себе верит больше. Он доверяет себе больше, чем вам. Он знает, что он сам себя обманывать не будет. И поэтому для него это становится более серьезно, чем если бы вы просто ему говорили. Вот посмотрите, здесь написано, да, вы бы ему сказали. То же самое вы бы сказали. Здесь написано, что Бог любит весь мир. Но он может это сделать сам. И он в это поверит больше, чем если вы ему скажете об этом. И вы продолжаете. Вы ему говорите, а что еще вот вы бы обратили внимание? И он такой говорит, ну, написано даже, что всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. И он делает какое-то заключение. Вы можете его подтолкнуть, да, сказать, а скажите, как вы считаете, вот в этот мир, да, вы входите, но в мир, который любит Бог. И я думаю, что чаще всего люди отвечают, что да, конечно, я же тоже являюсь частью этого мира. И вы можете спросить, какой мы можем сделать вывод? И может быть, если он не сделает вывода, вы можете ему помочь тогда. То есть, если вы являетесь частью этого мира, то это означает что? И допустим, он как бы не приходит, да, к какому-то решению. И вы ему говорите, ну это означает же, что Бог так же вас любит. Не просто весь мир, но вас так же любит. И я иногда людям предлагаю, что вот я бы предложил вам прочитать еще раз этот отрывок из Писания, только вместо слова мир вставить ваше имя. Вот как вас зовут? Как вас зовут? Игорь. И вот я предлагаю, говорю, ну вот прочитайте еще раз, только вставляйте слово Игорь. И он читает, ибо так возлюбил Бог Игоря. И думает, о, что отдал Сына Своего Единородного, дабы, я говорю здесь тоже, вставьте свое имя, он говорит, дабы Игорь, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И он говорит, слушайте, это так серьезно оказывается. Я даже никогда не думал, что Бог лично меня любит. И вы ему говорите, вы видите, да, ну, Бог сделал что-то важное для вас. И он говорит, что если вы будете веровать Него, то что будет? И он смотрит, он говорит, то я буду иметь жизнь вечную. То есть, давайте своими вопросами, да, направляйте человека, чтобы он просто делал заключение сам. Можно не проповедовать, можно не учить, можно просто правильно задавать вопросы. И человек будет сам утверждать истину через Писание. Отвечая просто на ваши вопросы, смотря в Писание. Поэтому я заранее сказал, что нужно готовиться, когда вы идете на встречу. Вы должны точно знать, о чем вы будете говорить. Какие вопросы вы будете задавать человеку. Как вы будете направлять его к тому, чтобы он сделал открытие для себя, духовное открытие, то, что Бог хочет ему сказать через свое письмо. Понятно это дело? Поэтому на самом деле это так важно, чтобы человек читал Библию сам, а не просто только слушал, когда вы ему говорите. И мы должны помнить, что Иисус всегда переходил от интеллектуального общения к личному. Помните, да? Всякое любое общение, когда он говорил с человеком, он говорил конкретно лично к нему. Поэтому вы тоже направляете Слово Божье таким образом, чтобы это все было сказано лично к нему. Если, допустим, к примеру, человек вам задал какой-то вопрос, такой может быть личный или так далее, вы не спешите отвечать на него. Вы скажите, давайте я лучше подготовлюсь, и в следующий раз мы поговорим не просто о том, что я об этом думаю, а что об этом думает и говорит сам Бог. Это же гораздо интереснее знать, что говорит Бог, чем просто то, что я думаю об этом. И на следующую встречу, на основании его же вопроса, вы можете подготовить новую тему. И у вас, во-первых, есть уже хорошая причина для того, чтобы встретиться снова, чтобы ответить на его вопрос. Когда вы читаете Писание, объясните дополнительные вещи, потому что ему нужно понять, о чем идет речь перед тем, как вы будете говорить к его сердцу. То есть иногда, знаете, может быть, вы будете говорить, не всегда, конечно, будет такая ситуация, когда он будет говорить. Часто, конечно, будете говорить вы тоже. Особенно, если вы подготовили, может быть, какой-нибудь урок по отношению к чему-то. Вам нужно говорить сегодня с человеком о грехе или о спасении, или о спасителе. Вы даете ему возможность сделать открытие, потом вы даете ему свое наставление, то, что вы приготовили, тот урок, направленный конкретно на какую-то определенную цель, чтобы вы ее могли достигнуть, чтобы человек осознал, об этом. После того, когда вы все это говорите, вы снова начинаете задавать ему вопросы. Скажите, а что вы думаете по поводу того, что я вам сегодня сказал? Ожидайте, чтобы он сам разбирал все то учение, которое вы ему сегодня принесли. Чтобы он размышлял над ним, чтобы он отвечал на ваш вопрос, чтобы он начал думать, так, что вы мне сегодня говорили? Так, вы говорили об этом, вы говорили об этом, вы говорили об этом. И вы говорите, да, совершенно правильно. А вот еще я говорил на эту тему, что из этого вы поняли? И давайте возможность ему теперь размышлять снова. Людям надо просто иногда шевелить мозгами. И давайте им возможность, чтобы они шевелили мозгами, чтобы они могли прийти к сути понимания того, что вы им сегодня хотели сказать. потому что иначе они могут прослушать и это все остаться, знаете, как говорят? В одно ухо вошло, через другое вышло и в середине ничего не осталось. Да, повторение, но в данном случае не вы уже говорите, да? Но вы задаете вопросы для того, чтобы человек мог отвечать на эти вопросы, для того, чтобы он сам поразмыслил над тем, о чем вы говорили. Да? Хочу задать такой момент, вот когда приходишь на беседу к человеку, да, и иногда вот просто они не слушают, а говорят о своей боли, там, например, как вы их подводите, потому что бывает, вот я там, допустим, с детьми, и то, и то, и мне болит, и очень тяжело, большое время, ты тратишь, ты не можешь их не вылечить, выслушать, а ты приготовил что-то, а у них, допустим, какие-то такие, как вы с этим справляетесь? Я понял. Спасибо. Я уже как бы говорил, в принципе, на эту тему, но это хорошая, может быть, я пропустила, да. Так же возможность, хорошая возможность по поводу того, чтобы перейти к духовным вещам. Часто, если вы говорите с пожилыми людьми, одна из проблем, о которой они говорят, это взаимоотношения с детьми. Это частая, ну, как бы ситуация. Поэтому вы заранее, зная, что существует такая проблема, вы должны быть подготовлены к разговору об этом. То есть вы должны просмотреть места из Писаний, которые можно использовать для этого. И вы говорите, знаете, я понимаю вашу проблему, которая у вас сегодня есть. И я хочу вот объяснить на основании вот того, что Бог говорит по этому поводу. Вот люди, которые не имеют отношений с Богом, у них есть тоже такие проблемы, потому что они не поступают так, как Бог хочет. И вы, допустим, на основании Писания, допустим, берете один также отрывок из Писания, снова предлагаете человеку Библию, и говорите, вот почитайте, посмотрите, как Бог говорит об этой ситуации. И человек, допустим, читает и начинает как бы снова рассуждать над этим. Вы немножко поговорили об этом, и потом вы переходите к той теме, о которой вы хотели поговорить. Но опять же, не пускайтесь, вы знаете, в долгий путь, отвечая на все вопросы и долго рассуждая над тем или над этим. В конце концов, вы скажите, знаете, я буду молиться, чтобы ваши отношения с вашими детьми восстановились. Если у вас с памятью не очень, а лучше рекомендую всегда записать себе, что вы были у этого человека, вы говорили с ним на эту тему, и вы пообещали, что вы будете молиться вот конкретно об этом. И помолитесь. Во-первых, сразу с ним помолитесь, потому что, знаете, потом придите, помолитесь дома, сделайте это все сразу, потому что вы потом можете забыть и не сделать это. Это реальность. Может быть, кто-то, знаете, очень такой дисциплинированный человек, и он все помнит и так далее, и он поступает всегда правильно, но я скажу о себе, я могу многие вещи забыть потом. поэтому сделайте все сразу, чтобы не оставлять это на потом. Ну, вы выйдете из квартиры, я не говорю, что прямо при нем. Можно, хотя можно иногда и при нем, да. То есть вы можете даже при нем записать, сказать, знаете, я себе вот отмечу, чтобы я не забыл потом молиться о вас. Это абсолютно нормально. Можете при нем записать. И в следующий раз, когда вы позвоните к нему, или придете, да, вы ему скажете, вот я молился об этом, да, как у вас сейчас соотношение с вашими детьми. И знаете, если у человека в действительности есть какие-то изменения, он скажет, да, у меня есть изменения. У меня было много таких свидетельств, когда, например, у меня одна там семья, которой я служил, они собирались уехать в Америку, и им нужно было получить этот, нет, как это называется? Ну, беженцев, это статус беженцев надо было получить для того, чтобы выехать. И они один раз поехали, в общем, что-то там, был такой долгий разговор, и, в общем, очень какой-то такой неприятный что-то получился разговор. Они вернулись очень расстроенными, и он так сильно переживал, что у него даже был этот инфаркт. И потом ему нужно было ехать снова. Я пришел к нему в больницу, мы поговорили, и я говорю, знаете, давайте я помолюсь за вас. Это самый лучший способ. Если Бог вам поможет, больше вам никто не поможет. Мы помолились. Он поехал на это интервью, приезжает, звонит мне, говорит, Леня, вы помолились? Говорит, это интервью было всего несколько минут, и нам сразу дали статус этого беженца. И, знаете, потом я пришел к нему, и к нему там зашли родственники какие-то, еще кто-то, в общем, собралось много людей, и он им всем говорит. Я ездил в прошлый раз, надо мной просто издевались, говорит. Говорит, Леня помолился, говорит, и мне через несколько минут дали тут же этот статус. И он всем своим родственникам это рассказывал. То есть они все приходили, там, знакомые, соседи и так далее, он всем им рассказывал. Для него это было сильным свидетельством. Вот. Поэтому, если вы будете молиться за людей по каким-то их нуждам, то вы будете видеть много свидетельств и вашей жизни. И люди будут свидетельствовать о том, что по вашей молитве что-то произошло в их жизни. Главное не забывать делать то, о чем вы говорили людям. Значит, еще мы поговорим... А, ну, во-первых, просто для себя отметить, что использовать нужно любой перевод Библии. Ну, кроме вот свидетелей Игловых. Потому что иногда бывает, знаете, вы привыкаете к какому-то изданию. И вы приходите, да, а у человека оказалось совершенно другое издание. И вы в растерянности. Ой, я не знаю, где здесь найти это место из Писания, а как же мне теперь быть и так далее. То есть вы должны быть настроены на то, что вы можете использовать любой перевод Библии. Поэтому, даже лучше и рекомендую вам рассматривать разные переводы Библии. Хотя бы подержать в руках, да, разные книги для того, чтобы посмотреть их. Вот. Чтобы знать, как ними пользоваться. Если вы их будете изучать, тоже замечательно. Следующее мы поговорим о типах изучения Библии. на самом деле все очень просто. Есть два типа. Есть личное изучение, это когда вы встречаетесь с человеком один на один. И есть групповое изучение, когда вы можете встретиться с несколькими людьми одновременно. Но скажу вам сразу, что если вы хотите именно чтобы люди изучали, и вы могли им служить, то одновременно лучше встречаться не более, чем с четырьмя людьми. Потому что вы просто с большими одновременно не сможете им послужить. если вы хотите чтобы это было не как в собрании проповедь вашей и так далее, а если вы хотите именно иметь общение такое, именно обсуждая Библию. Чтобы это было как занятие такое. То да, чтобы каждый мог участвовать и так далее. То лучше, чтобы в этом участвовало не больше четырех человек. Это такая нормальная цифра, с которой в действительности человек может справиться, чтобы вы нормально могли обсуждать этот вопрос. Чтобы каждый мог высказать свое мнение и так далее. Понимаете, да? Поэтому есть личное, когда вы просто говорите один на один, и есть групповое, когда вы встречаетесь с большим количеством людей, но не больше четырех. И темы, о которых вы можете говорить, они могут абсолютно быть разными. Это могут быть темы, связанные с Евангелем, могут быть темы о праздниках, пророчества, или какие-нибудь другие темы, которые говорят о том, что человек может прийти ко спасению. Потому что через праздники мы можем говорить о чем? Во-первых, обешу, потому что каждый праздник, каждый праздник он выражает в конце концов Мессию. И мы можем говорить также о спасении, потому что многие праздники, они подводят нас к этому. Сейчас мы поговорим о регулярном библейском занятии с человеком, которому вы служите. О регулярном библейском занятии с человеком, которому вы служите. Есть тоже такие, знаете, важные моменты. Первое – это вы должны уважать свое время. Вы должны уважать свое время, которое вы тратите на него. И он должен уважать ваше время. Уважайте вы свое время, и он должен уважать то время, которое вы тратите на него. Второй важный момент – это то, что он должен видеть, что вы готовите урок. Вы не приходите и так вот, просто что вам сегодня в голову пришло, и вы ему рассказываете. Он должен видеть, что вы готовите урок. Что вы посвящаете, раз вы готовитесь, значит вы что? Посвящаете этому время, значит вы относитесь к этому ответственно, и для вас эта ситуация не какая-то безразличная, а то есть вы серьезно настроены. Любой человек понимает, что если другой тратит на это время, не просто чтобы даже к нему прийти, но чтобы подготовиться к этой встрече, он будет понимать, что все то, что вы говорите, это достаточно серьезно и ответственно, если вы так серьезно к этому относитесь. поэтому вам самим нужно обязательно готовить урок, тоже отметьте себе, готовьте урок. Если вы к этому подходите серьезно, то человеку дайте задание домой обязательно, ну или на дом, как мы говорим. То есть ваша любая встреча должна закончиться тем, что вы ему дали задание. Ну например, обычно люди говорят, мы не читаем Библию, потому что у нас просто не хватает на это времени. И верующие также говорят, что мы настолько заняты, что у нас просто нет времени на то, чтобы читать Библию. Вы тогда ему скажите, знаете, я хочу, чтобы мы начали читать с вами, допустим, Новый Завет. Я понимаю, что вы очень занятой человек, но давайте хотя бы начнем читать по одной главе, от встречи к встрече. И при следующей нашей встрече мы будем с вами разбирать, что вы прочитали. Что Бог вам говорил через эту главу. Любую главу прочитать, даже при самом медленном движении занимает, ну, наверное, минут пять, да? Ну, максимум десять. Я говорю обычно, ну вы же найдете, правда, за всю неделю хотя бы пять минут или десять, чтобы прочитать эту главу. Это же не так сложно. И знаете, чаще всего люди читают. А некоторые, даже, знаете, когда им вдруг они выходят во вкус, они начинают читать много. Один человек, которому я предложил, он был директором какого-то завода, очень такой, знаете, образованный человек такой. И я ему предложил, говорю, давайте до следующей встречи, я говорю, ну, прочитайте хотя бы три главы, и вы сможете пять прочитать. Это немного времени займет. Он говорит, хорошо. Когда я пришел в следующий раз, мы встретились где-то через месяц, наверное, он прочитал весь Ветхий Завет. И сказал, мне так было интересно, говорит, что я просто не мог остановиться. Говорит, и я начал читать его заново уже. Поэтому, знаете, то есть бывает по-разному. Бывают такие люди, которые и главы не прочитают. Такое тоже случается. Но часто люди соглашаются на то, чтобы, если они готовы с вами встречаться, им хочется в действительности изучать Писание или хотя бы понимать, что в нем происходит, то они соглашаются хотя бы одну главу читать. Давайте пока остановимся. Писание. Писания. Мnencomった. Пос example. Продолжение следует...